Ой, девочки, мы уже в поезде. О, а он с кем-то приехал. Москва, я люблю тебя. О, как это узнать побольше, как здесь побольше находиться. Жара просто жутчайшая. Смотрите, какие красивые. Как бы это смешно не было, но у меня опять отвалился зуб. Всем доброе утро, мои хорошие. И наше утро начинается с того, что мы идем в садик перед поездкой. На полдня оставлю Денечку до сна, потом его заберу. Пока он будет в садике, кушать, играть. Как раз у них в первой половине всякие занятия проходят. День не хочет. День не хочет в садике, но мы договорились. Поезда еще нет, мы ждем поезд. Пока мы ждем поезд, Денечка будет в садике. Мама будет собирать вещи и монтировать оставшиеся видео. Еще надо снять одно видео. Дел много, поэтому маму отвлекать нельзя. Поэтому сейчас мы идем в садик, а потом на поезд. Так, погода просто чудесная. Ветра нет, солнышко. Такая с утра легкая прохлада. С Деней с горем пополам договорились. Без слез. В общем, где-то там. Иду домой. Так, ну что, мои хорошие. Сделала я себе кофе. Сейчас я, наверное, первым делом сажусь монтировать свой влог большой для вас. Потом я буду снимать видео. Потом мне его нужно снова смонтировать. Пока буду выводиться первый фильм, мне нужно будет смонтировать второй. В общем, это хорошо. Я еще ночью вчера легла поздно. Я не выспалась сегодня, потому что я монтировала еще одно видео. Ну, всегда вот так перед поездками приходится сделать, ну, как бы в крайний срок, больше видео. Соответственно, загруженность 24 на 7. Вот, бывает, не успеваешь там что-то. Ну, короче, пошла делать, пить кофе, снимать, монтировать. Потом только буду собирать чемоданы. Надо еще успеть позавтракать. Так, ну что, смотрите, мои хорошие. Начинаем собирать чемодан. Вот такой чемодан. Вот такая фирма, суперлегкий, 8 вращающихся колес, функция увеличения объема, я сейчас покажу, и пластика ASB 100%. Ну, какой-то хороший пластик. О, кстати, вот эта штука, что, она не снимается. Так все время ей будет висеть. Здесь идет у нас, а, ручка имеет два положения. Вот такой и вот такой поменьше. Хотя продавец сказал, что нет положения второго, только одно. А я ей говорю, о, смотрите, второе. Есть положение. Так, здесь у нас что? А, вот расширение. Видите, на 5 сантиметров где-то идет расширение. Сейчас оно пока не нужно. Я думаю, вещей сейчас я немного буду брать. А вот второе, это идет у нас с вами уже... Сейчас открою. Та-дам! Вот такая вот внутри подкладочка. Подкладка классная. Она такая мягкая, знаете, вот здесь она не простая, тонкая, да? Ну, здесь молния можно. Тут у нас застежечка. Цвет, во-первых, мне нравится. Он необычный. Вот от подкладки очень много зависит. Бывает, открываешь и понимаешь, что это дешевый. Просто от подкладки зависит даже, насколько дешевый ты берешь чемодан. Значит, с одной стороны вот такая, с другой стороны вот такая. Удобно, что сетка, можно и документы положить или что-нибудь такое, знаете, в быстром доступе. Здесь у нас инструкция, как пользоваться замком. Я особо никогда не пользуюсь им, если честно. Так, здесь вот фирмочка. И вот молния вот тут. Вот. В общем, такой вот чемодан. Сейчас все буду паковать. Надеюсь, мне его хватит. Ой, девочки, мы уже в поезде. У нас фирменный поезд. Ну, почему-то старый. Не как мы с Кристинкой ехать. Нам с Кристинкой тогда повезло. Нам все время с Кристинкой везет на всякие приколюхи. Да, Дэнь? Так, новый чемодан. Все аккуратненько у меня здесь сложено. Это хорошо. Мама, давай раздеваться. Раздеваться? Ты же почти раздета. Давай переобуемся. Вот сейчас шлепочки оденем, потому что жарковато немножко. Сейчас тут подостаю какие-то вещички тут. В чем мы тут будем тусоваться? Короче, я очень спешила, поэтому ничего вам не сняла, как я все здесь разложила. Я, наверное, половину и забыла, потому что у меня было на сборы полчаса. Представляете, за полчаса что я побросала? Я даже забыла зарядку. Попросила водителя, чтобы он подождал. Я вообще в этой майке не хотела ехать. Короче, я думаю, пофиг. Короче, водитель ждал, пока мы ждали лифт. Сейчас. Что я снимаю? Дон наш. Уже уезжаем от него. Уже остатки дона остались. Лодочная станция. Скажи, лодочная станция? Вот это лодки. Лодочная станция. Лодочная станция. Сколько кораблей барышей все эти. Ну что, мои хорошие, мы приехали в Москву. Встали за полчаса. Погода неплохая, но все равно теплый костюм одел. Ну, не теплый, такой обычный костюм с рукавами. Денька тоже вон там и в костюме, и ветровочке. Я кофту одела, не кофту, а куртку одела на себя, потому что погода хорошая, в принципе. Смотрите, какие новые технологии. Как настоящие. Классно. Скоро будут голографические, не отличишь от настоящих. Жопа. Так, мы уже присели в кафешечку, чтобы нормально позавтракать. Здесь такое, знаете, есть на выноса, есть с собой. И я, короче, не стала заморачиваться. Я говорю, ну давайте типа с собой, а сидим внутри. Поняли, да? Взяла себе кофе на соевом молочке. Сейчас чуть-чуть взбодрюсь. Я, кстати, в поездке прохожу курс на вопасит. Пью. Решила нервишки свои подлечить. Вот. Денечка, будешь сырничек? Да. Что он сначала не стал есть, а потом вроде распробовал. Сырнички вкусные, но хлеб насущный. Хлеб насущный. Прикольное местечко. Да, люблю его. На. Давай ротик. Футка от меня всю дорогу. Ну что, мы приехали на ВДНХ. Смотрите, здесь мы будем проводить целый денечек, наверное, я думаю. Ну, не обещаю, но не знаю. И мы пока ехали в метро, представляете, нам мужчина сказал, что здесь по вторникам, представляете, а сегодня вторник, какая-то бесплатная выставка. Вот именно по вторникам бесплатно. Космонавтики, говорит, ребенку так будет интересно. О, Деня, деньги притягивает, давай. Сколько там? Рубль притянул, да? Вообще, у меня деньги... Дай монетку. Клади в кармашек себе. Деньги притягивает малой. Так, короче, надо найти нам, да? Вот так, наверное, не найдем. Все, в карман кладет. В общем, пойдем сейчас. Так, я смотрю, вот это, наверное, что-то с ракетой. Он как раз показал, что-то ракетное туда что-то. Ну, я не уверена, но мы сейчас зайдем. Денька уже говорит, чего это за ракета? Такая интересная. В общем, сейчас пойдем посмотрим. Может, это просто, конечно, ракета, а может быть, там внутри есть какой-то музей. Сейчас у людей еще спросим. Может, они местные. Я вот она сегодня, яркая вся такая, звездочка. Так, ну что, мы на ВДНХ, в самом сердце ВДНХ. Фонтан. Я помню, кстати, здесь мы с Виталиком. Виталя, если смотришь влог, помнишь, мы здесь с мамой ездили на роликах катались, когда жили. Мы здесь не так далеко жили. Мы на Медведково жили. А еще, да, все вместе мы на Медведково жили. И еще... А, нет, все вместе мы на Медведково жили, да. А с мамой мы на Цветном бульваре как-то жили. Но вот когда мы все вместе жили здесь, в Москве, мы здесь катались на роликах. Денечка, не надо залазить сюда, травку мять. Вот, здесь очень пахнет вкусно сиренью. Сирень растет везде, смотрите. Пойдемте поближе посмотрим на сиреньку. Я прям сижу, и, знаете, такой ветерок дует, и прям сиренька. Давай сфотографируемся, Денька, у сиреньки. Красиво пахнет так. Так вот, говорят, что там где-то музей космонавтики есть впереди. Один сзади, один впереди. В общем, идем. Тут такое местечко есть. Теремок мы наш нашли. Денечка, как всегда, дуй, дуй. Отрежь ножичком аккуратненько, маленький кусочек. Такие блины здесь большие, здоровые. Мне кажется, больше, чем у нас даже в Ростове делают. Вот такое. И здесь разные. Это называется фуднорт. И здесь вот такое вот, разные есть и бургеры, и еще что-то тут. Короче, пока мы здесь гуляем. Два блинчика вышло на 470 рублей нам. Кушаем. Все, кушай. Я, кстати, не сказала. Я взяла себе блин жульен. Не ожидала, что он будет такой вкусный. И еще я смотрю, что здесь блины жирнее, чем у нас в Ростове. Здесь прям много масла. Нашли туалет в парке. Смотрите, какой красивенький. Вообще чистенький. Заходи. Вообще ничего лишнего. Мусора нет. Хотя вторник. Блин, максимально чистенько. Унитазы сами смывают. Вода сенсорная. Мыло везде есть. Все так чисто, красиво. Супер. В общем, мы уже подходим к нашей ракетной там выставке. И хочу посмотреть. Не знаю, как Деньке будет интересно. Нет? Вот. Ну, посмотрим. Погода чудная. Музыка такая. Все такая. Джаз там какой-то, знаете. Прям люблю Москву. Москва, я люблю тебя. Вот, смотрите. Сегодня вторник до трех часов бесплатно. Нам прям на входе сказали. Космос, СССР. В общем, пойдемте. Выдали нам перчаточку. И сейчас маску одену еще. Так, ну мы дошли. Пойдем смотреть. Что интересненькое будет? Прям покажу. Какие-то тут прикольные штуки у нас есть. Что-то сказали. Что-то интерактивное. Интерактивное есть. Я как бабуля говорю. Кафе Космос. Смотрите. Ну тут, наверное, реально можно поесть, да? А может, мы здесь и были. Так что-то похоже. Так, не, ну кафе это просто поесть. Ладно. Мы пойдем посмотрим. Я думала, какое-то типа кафе, которое в космосе существует. Вот такой вот у нас костюмчик космонавта. Очень интересно. Мне кажется, я бы очень испугалась быть в таком костюме в замкнутом пространстве. Меня это так все пугает. Вот интерактивная игрушка первую, которую мы нашли. Объезжать надо всех, Денька. Вот, смотри. Куда ты по траве? По траве! Ой, Ля, у меня такое ощущение, что я аж прям еду. Слушайте, я смотрю на вот эти все штуки и вообще я даже не понимаю, что это. Представляете, вот что это такое? А там кого-то... Ух ты, блин, я бы туда заглянула. Вот там вот садятся, ложатся. Бог мой, как это все страшно. И это реальные люди отправляются куда-то никуда туда, понимаете? В космос. В такой маленькой штучке. Кошмар какой, как первобытная его. Вот еще какая-то конструкция здесь огромная. Бог мой. Боже мой. Конечно, с экскурсоводом было бы здесь намного круче. Вот так сама хожу и такая, знаете, как вообще... Куда попала? Что за завод? Самолет. Смотрите, какие у него трубы сзади. Обалдеть. Только что спросила, говорю, интерактивное у вас что-то есть, деток туда сажают. А мне парень говорит, оно вообще есть, но оно сейчас перекрыто. Блин, жалко. Ну, сейчас он что-то другое там сказал. Перчатка какая-то космическая есть. Сейчас полазим. Кресло какое-то. О, вот еще костюмы всякие разные. Слушайте, ну вот насколько разные люди бывают, да? Вот кто-то может зайти сюда, просто смотреть на эти костюмы, понимаете? Вот так. И таки чувствовать связь, понимаете, с этим, с чем-то таким вот нереальным, с космосом, с этими штуками какими-то. У него что-то будет откликаться в душе. А вот у кого нет связи с этим, да? Тут просто вот смотрят картинки, шлем, труба. Ну так примерно, понимаете? Зато я, например, могу зайти во что-то другое, где просто буду кайфовать, где буду чувствовать, блин, как это узнать побольше, как здесь побольше находиться. Представляете, какая красота. Сколько всего? Сколько всего непонятного, я бы сказала. А здесь вот какой-то мини-фильм, видимо, как в космосе они летают, да, от первого лица. Ой, у меня уже же голова сгружилась. Короче говоря, если честно, это местечко вообще, ну, как бы, Деньке пока неинтересно, он еще, видимо, малой, как-то он так. Вот, а мне вообще неинтересно. Ну, вертолет стоит. Сейчас поближе к нему подойдем. И пойдем, может быть, на аттракционы, может, на карусель какая-то прокатиться чуть-чуть. Хотя мы только поели. Теперь мы дошли до Москвариума, наконец-таки, который на ВДНХ находится. Я знаю, что их вроде бы три находятся в Москве, но вот один из таких известных. А здесь у нас дельфин-кафе какое-то еще. Короче, первым делом мы зайдем сюда. Сейчас посмотрю, сколько стоят билеты, покажу вам. Хотела сказать, что народу очень много, несмотря на то, что вторник. Обалдеть просто. Мы сейчас еще в очереди стояли на входе. Взрослый билет стоит 950 рублей, детский – 650. А после, блин, надо было сказать, что три года малому был бы бесплатный вход. А я что-то подумала, что четыре года тоже должно быть бесплатно, но 650 рублей уже. Так, ну ладно, 1600 мы заплатили за билеты и идемте. Вот у нас. Здесь у нас пишут какой-то мая. И время, представляете? Ну так вот не видно. Рыбки плавают, встречают уже. Это бесплатно, здесь можно смотреть. Зашли, такая красота, смотрите, скаты. А, такой большой скат. Маленький. А здесь вот оно. Смотрите, как необычно. Вот так выглядываешь, и вообще такое большое пространство, а сверху смотришь, кажется, такое маленькое все. Смотрите, какие красивые. Необычные вообще. Ой, не мылю человека. А здесь такие ракушки, можно сесть и послушать шумы. Нравится? Вот такие вот ракушки, и здесь можно послушать звук моря. Вот там засели в яйце. Вот такое еще здесь местечко есть, где дедонька увалился. Можно вот очень близко быть. Смотри, там видно еще деток. А как кого там видно, мальчик? Прикольно. Вау, акула какая. А где это они стоят, интересно? А это они вот тут стояли. Интересно, а как там Деньку видно-то нашу? Вон он он, мальчик. Прикольно. Рыба большая. Вон там как... Вау. Здесь вот так плавают рыбки. Вверху. А здесь мы присели. Такие необычные все рыбки вообще. Ой, ой, ой. Выпендривается одна. Здесь есть рыба с носом. Смотрите. Рыба с носом. Видите? А вот красивая перламутровая рыбка. Необычная. Тоже с носиком. Другим. Нарядный. Ой, какая. Ой, какая. Красотка. Красотка. К сожалению. Красотка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Выход причем сделали DimaTorzok 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 а потом заходишь пойдем побегаем и потом думать да не не вариант ходить пойдем лучше побегаем да давай я вообще думаю на прокат здесь что-нибудь покататься красивые колонны расписные это вот красивенько посмотреть мы потеряли кепку дэнни ну я такая думала боже где она может быть а потом вот как хорошо иногда фоткаться но мы кстати немного сейчас пойдем найдем да и не расстраивайся мы фоткались немного но я деньку периодически фоткала я увидела что вот возле там мы сфотографировались возле вертолета он был в кепке сфотографированы а потом уже везде он был без кирки так что сейчас от вертолета мы по-моему сразу пошли в этот либо сейчас у охраны спросим либо в туалете оставили либо на кассе когда покупали билеты просто потом уже там внутри по моему не было короче у нас сейчас квест найти кипку и мне интересно найдем ли жара такая что мы еще не дошли до цели устроили бич-пати как говорится да да и не срочно обмороченно захотел водички хотя только там попил даже до середины в днх не дошли жара просто жутчайшая короче сейчас пойдем обратно в этот вот туда по моему там было все дело попил люблю на бордюрах сидеть сейчас бы раздеться на самом деле просто никак в руках все тащите немного паришь такая много кто в свитерах ходит кто-то даже в куртках ездит так что я своем свитшоте удалил даже рядом чё пойдем кепку искать в общем мы вернулись в сам океанариум вот здесь толка информации наша кепка здесь наверху кстати мы зашли к стойке нам сказали ваша кепка внизу так что все день и счастлив ему вот эта вот штука понравилась больше всего находится она до того момента как нужно предъявлять билеты так что сюда в океанариум можно прийти залипнуть на эту штуку посмотреть вот этих рыбок все ребенок счастлив я говорю он возле этой стоит не отрываясь вот я уйду он не заметит а там все по-другому короче здесь написано дата 25 мая сегодня потом написано время ну чуть непонятно только и еще чё-то ростов слышь прочитала ростов конечно ростов встречаем селена своей добро пожаловать да я вижу то что хочу иду и вспоминаю еще что я помню что мы не в одном месте жили с мамой братом еще мы жили на ботаническом саду как раз таки мы из медведкова медведкова мы начали жить все вместе да если я не ошибаюсь а потом мы переехали на ботанический сад была у нас там квартирка вот так мы тусовались да и потому ботанический сад здесь рядом этого днх и мы здесь тусили слушайте какой он огромный этот в днх просто трындец ешь давно здесь не была честно говоря подзабыла мы его весь прошли понимаете вот так а еще потом середины вернулись за кепкой и сейчас идем и это как же думаю сейчас мы выйдем из этой арки и все и тут метро вот уже думала нифига она аж дальше вот той вот высокой ракеты а ноги у нас да не отваливается он уже просится ко мне на ручке грызды потерпи солнышко какие ручки мама устала трындец 4 на ручке это нереально короче ничего не взяла так и не нашла этот прокат если честно ну и короче не захотелось заморачиваться мне еще ну короче пока мы сюда дошли уже честно говоря мы так устали что все всем доброе утро аккуратно за иди поцелуй иди скорее мозаечка все все прошло ударился я ударился ну ничего заживет давай поцелуй и там поцелуй все заживет еще где-то а я ударился ватно а еще туда он что позавтракали так плотненько дай день кай сырник съел два блинчика съел бутерброд сыром с маслом скушал молодец я рада когда кушаешь жирок накапливаешь я тоже хорошо поел весь сосиски омлет пол сырника съела еще латы допиваю не надо звонить зайка погода чудеснейшая мы проснулись рано в 9 часов утра позавтракали сейчас пришли говорю давай отдохнем после завтрака вот сейчас хочу посидеть может быть помонтировать там видосик один не успела помонтировать потом пойдем с денькой гулять здесь парк есть хороший рядом недалеко такой небольшой парк пойдем там погуляем покатаемся мороженое покушаем что-нибудь такое о настроение хорошее отдыхающие ой надо же выпить эти успокоительные курс может поэтому все хорошо не нервничаю мы идем с денечкой нюхать цветочки да пока ждем машинку смотри какие красивые это у нас кто одуванчики до одуванчики красивые до желтые а вот это смотри одуванчик какой день а вот этот смотри день можно дуть дой еще сильно ой улетел еще давай да весь дуй в полетел в общем девчули вышли мы погулять и как ливанул дождь девочки как бы это смешно не было но у меня опять отвалился зуб опять из-за конфеты взяла деньги чупа-чупсы себе чупа-чупс там внутри конфета жевательная сначала ешь ешь чупа-чупс а потом начинаешь и вместо с конфетой все это разжевывать и там все такое сладенькое прям и опять я натыкаюсь на что-то твердое я уже имею опыт и такая блин неужели опять зуб достаю представляете девочки его даже сохранил это еще одна третья зуба мне кажется он у меня разваливается прям по частям еще кусок отвалился мне теперь еще больше дырка более глубокая и я сначала так а иду и думаю так ну хорошо он выпадает крошится наверно уже некуда даже делать ну да вот эту реставрацию а с другой стороны даже если мы сделаем эту реставрацию и не факт что у меня другая часть не отвалится и что тогда и мне такое ощущение что мне скажут его выдергивать а чтобы его выдернуть надо еще его за что-то схватить потому что он же крошится пенек то остается который там и потом его чтобы вытащить наверное десну разрезать надо будет я думаю боже мой ну за что мне это все короче скорее всего мне скажут его удалять меня такое ощущение и ставить имплант я импланты никогда не ставила и мне по-хорошему сюда имплант надо поставить просто подальше да здесь еще имплант поставить и вот здесь получается три импланты я не знаю насколько это вообще больно но понятно что это под уколом делается да мне зубами не везет крошится ну как бы не все но вот этот один он наверное все таки без нерва приеду сразу к врачу пойду я уже скоро буду бояться ездить в поездке как поездка так у меня зубы не ну что мои хорошие сегодня в общем все вместе мы решили провести весь день дома никуда особо не ходили сходили за продуктами чуть-чуть что-то купили где-то зашли перекусили я не все снимала вот сейчас денька смотрит мультики я искупалась и уже будем ложиться спать несмотря на то что на улице еще светло время уже такое вот положиться спать сейчас на ночь заказали суши перед сном покушаем и ляжем спать отдыхать вот увидимся завтра и еще с вами хотела давно поделиться что не сейчас какая-то необыкновенная стрижка какой не было ни разу не в том смысле что там вот такой длины до о том что она как-то профилирована кончики что у меня они ложатся все время в правильном направлении даже если я просто посушу волосы вот как сейчас у меня нет круглой расчески с собой в поездке обычная расческа для мокрых волос и я просто вот расчесываю до ей как бы и вот все прекрасно ложится и волосики смотрят как-то вот даже внутрь в кончики в кончики внутрь внутрь кончики внутрь короче мне нравится уже какой раз замечаю все забываю вам сказать всем доброе утро девочки что может быть лучше утреннего лата на соевом молоке и денька тут припышку пропрыгает 4 лет ну что мы уже отправляемся домой в общем прекрасно провели время сейчас деньги принесут сыр нычки сыр нычки покушаем и поедем домой соскучилась уже за домом за делами в общем еще один конкретный отдых произошел смотрите да и никакое блюдо принесли козырное в прошлый раз кстати нам апельсинки не клали она в прошлый раз мы взяли типа с собой а ели здесь из контейнеров а если вот брать здесь то здесь и в кружку дают а я блин думала лишь не допью этот кофе разом нас еще перельют сырники надо съесть день а сахар ротик хитрый мальчик ты давай сырник ешь и дуй а не сахар вкусно еще бы когда я пытается закрыть дверь день закрывай ты сильнее не получается о молодец вот давай прикиньте девочки и мальчики впервые такое что мы приехали уже полчаса сидим на вокзале нет ни одной свободной машины вот более-менее кто-то едет вроде бы но что-то едет через просто гибри какие-то мне кажется он пропускает повороты не знаю было сначала пять минут потом 10 потом через 9 потом через двенадцать будет куда-то уехал на левый берег дона хотя здесь рядом был и вот он как-то долго разворачивается опять у меня то 5 минут то 7 мне кажется он еще кого-то берет там по дороге яндекс go пользуюсь короче вообще много раз вызывала до этого с детским креслом да что это крутишься и жопка динька вообще спал в поезде разбудила он еле-еле шоу слушайте мне кажется он реально не едет ко мне всем привет скажи приехали мы дома мы только до дома не можем доехать мы приехали девочки уже 50 минут 50 минут сидим не сразу говорят машин нет перезвоните позднее круто сидим ждем он с кем-то приехал всем доброе утро моя хорошая мы дома я только проснулась еще точнее не проснулась сейчас пойду за кофе в гостях у меня мама чоли мама чоли вообще супер удивила меня и вообще сделала приятный сюрприз мы как всегда когда уезжали как всегда прошел вас прошел и прошел а как уже да я не разговариваю еще не проснулась просто прошла здесь фурия я потому что очень спешила это еще какие-то вещи там что-то забыла вот мама приехала с милой заранее вчера еще на ночью приехали сегодня и все поубирала погенералила убрала балкон сейчас покажу пока чисто туда нет тоже наводит беспорядка демом и чули подарки на новую вроде не новый год подарки короче прибрала здесь чуть-чуть на балконе сложила вот это у меня же завал вообще был девочки я даже не заходила на балкон помыла все окна все смотрите как красиво как будто и нет стекол такая красота в общем все поскладывал по убирал по выкидывал это картошка у меня тут уже пропадала короче все по выкидывала поубирала новый список составила я думаю коврик здесь пока положите уже можно здесь вон сушилку поставила можно там вещи посушить здесь быстрее говорит они сохнут и так далее но вообще планируется балкон делать этим летом вот так надо вот собраться организация это самое сложное в моей жизни вот все поубирала помыла полы приготовила сварила компотик сделала котлетки макарошки сварилась а убрала разморозила холодильник убрала в холодильнике это окрошка это полная котлет представляете компотик сделала короче вообще у него мама и нас ждала уже в красоте в чистоте с едой это денькина комната но день я как всегда пришел и сразу сразу же перевернул свою вот это вот с игрушками я забыла ящик с игрушками перевернул поспали но окна везде чистые чистые прозрачные окна красота спасибо мама чоли денис скучился за милочкой да нами на милу поглоти поглоти все милу скажи пожалуйста на милочку давай маме передать ему передать передать аккуратно бабушка бабуля пришла это теперь уже все меня не любишь любовь прошла а так любила так любила разбила хитрая кошка бабуль просто нету времени скажи тут надо сейчас защищаться защищаться смотри только народу даже глаза пола это подратными стали ну что мои девочки какие предполагала я не позаботилась о себе утром встала у меня нет соевого молока а у нас магазин рядом завезли мое свое молоко понятно что она здесь дороже всего 129 рублей и так она ваша не 117 сбермаркете 121 29 но хотя бы с утра я встала и молока купила себе купила бананчики деньги там йогурт сейчас чуть-чуть надо проснуться дождь был мама говорит сейчас погода хорошенькая сегодня кстати решила не вести день курс садик решили дома отдохнуть хотя хотела думала приеду сразу садик думаю ладно придем в себя дома до сих пор качает еще после поезда кстати девочки вообще не пожалела что купила этот чемодан он такой удобный надо его еще разобрать немножко только как и знаете удобная классная сумка для девушки так и удобный классный чемодан это вообще честно говоря упрощает во первых он вместительный у меня ни разу не было хотя его набивала полностью я не открывала дополнительное увеличение и никогда не было такого что он у меня еле закрывается он всегда свободно закрывался думаю вот удивительно я его сравнила со своим предыдущим этим розовым помните они одинаковые хотя этот смотрится компактнее вот короче тут грязные вещи нас собирали да в общем сейчас тоже разберу постираю все деньги кстати это магните покупала продукты и там вот такая акция была что типа эти насобираешь наклейки и тебе идет пингвинчик такой мягкий и вот такая кружка кручен выбрал пингвина подарки в общем все короче чемодан классно обалденная рада ладно девчули мои фу я так устала вам и говорю непонятное состояние вообще не то чтобы устала хотя да и устала наверно передвигаться и вообще вот мозг сейчас вот что-то какой-то это обнулился блин опять опять обнулился кто здесь или кто такая покорная тут девица сидит покорная мамку скучала мамку скучала короче думаю заканчивать этот влог мини вложек до планы на следующий влог мне нужно пойти к зубному проконсультироваться что вообще мне делать с зубом мне кажется она скажет мне его удалять потом ждать полгода потом ставить имплант имплант да вот если ставить здесь имплант то и здесь имплант как бы без зубы это девка но я так этого не хочу если честно я бы коронку поставили бы и все мне короче вообще все страшно я не знаю что такое имплант я ни разу не стал менять ни одного импланта вот коронку один раз ставили вроде выжила вот но без зуба конечно ходить вот в таком видном месте я не смогу поэтому надо в ближайшее время отправиться к стоматологу хотя бы просто для начала на консультацию а потом собираться с мыслями вот начну монтировать вам это видео уже вопрос-ответ я наверно сначала влог смонтирую потом вопрос-ответ выйдет видео потому что я его не успела смонтировать пред отъездом завтра уже наверное пойдем с дэнчика в садик дэнчика ты в садик хочешь не еще там детки я не хочу надо сад надо ходить на улице кстати погода хорошая ветра нету но прохладно так про свежо после дожди хорошо в общем сейчас сделаю себе кофе с мамой поболтаем и буду потихоньку вливаться в строй потому что после поездки особенно мне как-то насыщено в последнее время раз в москву поехали с крестинкой потом два с денькой и и как-то все вот так вот вот так вот все хорошо классно внутренне спокойно но просто от этих передвижений и поездов чё-то это мое любимое слово я во фрустрации мало знаю что оно значит короче расфокусировка у меня я расфокусирована напрочь вот еще хотела поделиться не знаю хочется чтобы это осталось прям хочется поделиться впечатлениями мы сюда ехали в купе с очень интересными женщинами я не знаю повезло они все время говорили что им повезло что я их соседка что-то клёво короче вместе ну просто удивительно было во первых невероятно крутой энергетики женщины не знаю вдруг кто-нибудь из них будет мне смотреть мне я им так вот это и ну не говорила да но мне хочется вот вам сказать невероятно крутые три женщины разница в возрасте у нас с ними где-то 10 лет и вот блин когда смотришь на таких женщин думаешь офигенно батарейка садится блин а я очень хочу сказать что я ехала с невероятными женщинами на которых смотришь и думаешь клёво 45 они бодры и веселые и прекрасны и удивительно то что мы ехали все четыре блондинки все крашеные и у нас у всех одинаковые был чехол на телефон у всех вот ну телефон и смартфоны да и у всех красные чехлы представляете невероятной мы все это время болтали вот мы ехали целый день с утра и ночью уже приехали ну так я решила ехать целый день просто хороший поезд был фирменный быстро ехал и я думаю ну там завтра обед ужин закажу как бы там покушаем и будем развлекаться и нам так повезло с соседями как невероятно как с девчонками отдохнула со своими как будто их давно знала они три такие разные обалденные мы прям познакомились по узнавали кто чем занимается там на личном как-то знаете так вот едешь в поезде да и неизвестно там когда вы еще пересечетесь не пересечетесь и было очень интересно конечно вот так знаете там открываешься друг другу что-то говоришь интересные вот насколько три разных человека вот они едут вместе отдыхать ехали в санаторий тоже там дети мужья остались дома они вот в троем девчонками и так весело время проводили вообще так клево я за ними наблюдала прям как было голоса едут мне в глаза я им такой передаю воздушный привет и вообще мне было очень круто с ними ехать вот побольше бы таких классных людей встречалось в жизни это вообще редкость и такой подарок вот так что все люблю вас целую прощаюсь до следующего видео всем пока пока